Добрый день! Сегодня 10 октября 2019 года. Я нарисую на себе губы с нашей новой помадой. Как ими пользоваться, вот этими помадками. Одну надо убрать. Когда у нас с вами есть помада, как таковая у нас есть глосс. У меня он цветной, у многих из вас прозрачный. Но у кого-то с золотыми и серебряными добавочками. И упс, то, которым удаляем. Вот я сейчас сняла губочки, те, которые у меня с утра были намазаны. Потому как я сейчас иду на мероприятие, где есть торт медовый, домашний. Очень хочется. Поэтому пойду схожу на мероприятие и пойду с хорошей помадой, чтобы показать, что, смотрите, я вместе с вами ела, а помада у меня вся на месте. И, смотрите, я потрясла. Вот это обязательно, обязательно. Это не просто я тут выпендриваюсь. То есть, потрясли хорошенечко, хорошенечко, все взболтали. Далее мы ведем в одну сторону. Сначала рекомендую идти по нижнему краю, по крайнему краю, чтобы его хорошенечко прописать. А потом серединку в ту же самую сторону, откуда вы начали. Чтоб ошибок не наделать с самого уголочка. Начинайте и уголочком заканчивайте. Потому что очень многие самые углы не прописывают любой помады, не только этой. И вы производите впечатление, что вы там чего-то не доделали. Не забывайте про это. Верхнюю губу я прошла от середины в обе стороны, но тоже в одну и ту же сторону. Сейчас даем просохнуть. Таких слоев у нас будет три. Ага, я смотрю, что немножечко не тот цвет. Ну ладно. Я это отбрала по скромнее для церкви. Обычно я делаю потемнее, а третий слой я его специально достала вот таким рыженьким. Может, я и поэтому рыженьким пройду. Сами специалисты, которые разрабатывают все это, они говорят, что если у вас есть три цвета разных помады, то вы можете создать там 21 или 24 оттенка. Может быть, но я знаю, когда кладешь другого цвета оттенок, держится она хуже, чем та, которая, если бы вы ее складывали одно и то же. И говорят, что разные оттенки по-разному держатся. Желтенькие сверху положу. Просушиваем хорошо. На более темном оно похоже более на мои волосы. А тут я для церкви выбрала, решила себе оставить. Сейчас я покажу вам, какой это оттенок у меня. Вот так вот надо показывать. Вот такой вот. А этот у меня золотой-призолотой. Вот такой вот. И я его сверху накладываю. Итак, правила. Оголочки прописаны. Все у нас нормально. Теперь я кладу свой глосс. Отличить его от других у вас будет много же, наверное. То есть у вас вот такая синенькая всегда полосочка. То есть это не помада. Это глосс, несмотря на то, что она у меня тоже рыженькая. Его можно уже сильно не взбивать. Он однородной массой. И можно пользоваться, как вы привыкли, помадой. Допустим, на нижнюю только положили и промокнули. И уже можно в любую сторону. Еще раз хочу сказать. Все готово. Ой, забыла. Ну ладно, в любом случае. Ничего не остается. Глосс остается. Вот он поблескивает. То есть для того, чтобы обновить эту помаду, надо просто глоссом пройтись. Особенно, когда часов 5-6 уже проходили. Иногда 7. Но он начинает чуть-чуть маленько шебуршиться. Так. Положили глосс. И снова свеженькая. И первую неделю могут быть не самые приятные ощущения. Наталья мне вчера про это напомнила. Она получила помаду. Но еще без моих рекомендаций. Уже начала что-то там пробовать. Щипет губы. Первую недельку, может быть, и пощипет. Потом привыкнете. И если будет ощущаться сухо, то на ночь глоссом тоже. И почаще глоссом. И на ночь просто на чистые губки глосс вкладите. И будет у вас все раз замечательно. А с вами была Галина Смит. Сегодня самый лучший день. Всего доброго. Пока-пока.